И проповедь будет называться «Блажение давать», поэтому я и дал. Жизнь так устроена, что мы все являемся транзитными площадками. Извините за такое выражение. Все реки текут в море, но море не переполняется. Потому что потом, когда реки текут, и они потом в море, и потом снова есть какой-то зацикленный такой вариант, что этот круговорот воды в природе. Не только вот над землей, но и под землей. Вот течет эта река, и она никогда не закончится, а море не переполняется. Почему? Потому что есть вот эта обратная связь, фидбэк. И мы всегда должны понимать, что что-то приходит к нам, и сквозь нас, через нас, оно должно обязательно куда-то уйти. То есть я являюсь проводником духовной энергии, финансовой энергии, психологической энергии, какой угодно, творческой, политической, во всех отношениях. Я – транзитная станция. Ко мне что-то приходит, и от меня должно что-то уйти. Это закон. И тот, кто понимает это, он без всякого сожаления будет отпускать из своих рук ресурсы, понимая, что эти реки, они потом опять возвратятся. Это закон жизни, закон жизни. И как любят богословы говорить, видите, вот, мертвое море, туда столько впадает рек, и оттуда ничего не вытекает. Может быть, на то оно и мертвое. Но это поэтому есть многие мертвые церкви, что-то много рек течет, оттуда ничего не вытекает. Хотя по планам Божьим, из-под покрога храма должна все-таки вытекать какая-то река, и воды моря были бы здоровыми. И вот сегодня хотелось бы поговорить именно об этом, об этом. Блажение давать, нежели принимать. И я бы очень хотел, Оскар, пожалуйста, объясните этим людям, что после поклонения нужно в зал идти, а не смеяться там. Это неуважение к Святому Духу. И мы с этой культурой однажды покончим. Дух Святой сегодня ревнует. Он везде, он этот храм наполняет с чердака до подвала. И когда я здесь проповедую и слышу там смех тех людей, которые здесь были, это ненормально. Извините, так нельзя. Бог огорчается. Когда игры религиозные становятся нормой. Господь желает, чтобы мы все понимали свою роль. Мы принимаем что-то от Бога, и мы точно так же с легкостью должны отдавать. Когда мы понимаем, что эти реки потом вернутся, ты не будешь их держать, ты не будешь их удерживать, ты не будешь стяжать, ты не будешь их аккумулировать. Потому что рано или поздно стяжательство, оно приведет нас к большой проблеме. Давайте прочитаем Луки 6, 38. Луки 6, 38. Иисус Христос говорит так. Давайте и дастся вам. Вот ощутить себя транзитной площадкой, транзитным банком. Приходят инвестиции и уходят. И мы понимаем, что есть круговорот. Поэтому здесь вот этих двух словах Господь и говорит. Давайте и дастся вам. И насколько вы щедро будете отдавать, настолько щедро вы будете потом все это восстанавливать. Фидбэк гарантирован. Давайте и дастся вам. Мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной. Отцеплют вам в лона ваше. Ибо какой мерой мерите, такой мерой и отмерится. Это разговор здесь для взрослых. Здесь даже меры в счет идут. Какой мерой ты даешь, такой мерой ты и потом получишь. И тебе будет отмерено. Мерой доброй, утрясенной и переполненной. Деяние апостолов, 20 глава. Я никогда здесь не видел параллели. Евангелие от Луки с книгой Деяния апостолов, 20 глава. Давайте прочитаем здесь. Вроде бы Иисус здесь говорил в таком, в условиях бытовых, в условиях таких технических, хозяйственных, ну и таких жизненных обстоятельств, более-менее спокойных. А вот в Деяниях апостолов, апостол Павел, эту же мысль сказал в условиях более драматичных. И давайте прочитаем. Деяния 20. Деяния 20, 22. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретиться со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Это узкий путь, которым не так много людей ходят. Это такая непопулярная тема про скорби, про узы. Но это неизбежная стезя реформаторов и творцов истории. И 24 стих – это как жизненная кредо. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей». В таких скорбях, в таких узах, в такой конфронтации, когда тебя просто ненавидят и не просто оскорбляют, готовы убить, растерзать, кожу снять. И в это время человек знает, зачем он живет. Человек знает, кто есть Бог. Какие там аплодисменты. Какая там обстановка. Это просто идти сквозь строй. Это идти против течения, имея внутри эту позицию. «Я ни на что не взираю и даже не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса». Подчеркиваю настроение Божьего служителя, который рискует жизнью с радостью совершить служение. Если твое служение без радости, бросай ты это в служение и займись чем-нибудь другим. Настоящее служение Богу, оно сопряжено с осмысливанием и пониманием, что ты не один, что великий Бог с тобой, и что ты совершаешь великий труд, который будет иметь великую награду, служение и радость. Это все сопряжено вместе, потому что ты понимаешь, куда ты идешь и с кем. И дальше он говорит, «И ныне я знаю, что вы не увидите больше лица моего, между которыми ходил я и проповедовал Евангелие Царства, Царство Божие». Это, скорее всего, было какое-то прощание. Это была какая-то прощальная встреча. «Посему свидетельствует вам в нынешний день, что чист я от крови всех вас, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Скорее всего, Он говорил это лидерам, пасторам, людям, которые несли ответственность за народ Божий, и Он сказал, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Внимайте себе и всему стаду». Это говорится о том, что живите в гармонии со своей собственной совестью, слушайте, что Дух Святой тебе говорит, какое служение должно быть. И слушайте настроение церкви, чтобы это было гармонировано, чтобы мы чувствовали друг друга, чтобы мы знали друг друга, чтобы это было единство, единство на всех трех уровнях. И дальше. Итак, внимайте себе, 29-й. «Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из самих вас восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Так бы хотелось услышать другое пророчество. «Все будет классно, вы победите всех, все народы там покорятся». Но Павел, он какие-то вещи говорил, что реальность жизни, что в каждой церкви это происходит. Если уж у него там в церкви, с его-то лидерством, с его-то авторитетом, и то люди приходят, встают и говорят превратно. Люди, как волки, встают в церкви. Что говорить про нас? Мы должны защищать авторитет церкви. Если ты слышишь какого-то человека, который топчет авторитет церкви, который топчет авторитет божьих помазанников, уходя от того человека. Это святыня. Если не будет этой святыни, если церковь превратится в проходной двор, у нас мы будем сироты. Посмотрите, как здесь трогательно. Апостол Павел говорит, что он вас поставил блюстителями, и встит церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью свою. Это церковь Господа и Бога. Хозяин здесь Бог. И он разберется здесь со всеми проблемами. И он говорит, что войдут лютые волки, нещетящие стадо. И самих будут люди, которые будут говорить превратно. 31-й, обращается к зрелым людям и говорит, посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Церковь зависит от блестителей, от лидеров. И также здесь написано, предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его. Все-таки есть сверхъестественный рычаг управления церковью, это Дух Святой, который управляет сознанием, сердцем, настроением. Три года он был там. И он говорит, я предаю вас, братья, Богу. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывшим при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, как трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его и провожали его до корабля. Почти, как фильм смотришь, расставание, особенно с таким духовным отцом, как апостол Павел. И причем еще при такой реальности, о которой была озвучена, зависит только от Господа, от того, что будет сверхъестественная защита. И здесь самое главное молитвы. До тех пор, пока церковь молится, ей никто ничего не сможет угрожать. Если дьявол выкрадет молитву, церковь без молитвы – это как тело без духа. А тело без духа, оно мертвое. И церковь без молитвы – это мертвая структура. Я хотел бы подчеркнуть из всех тех заповедей, которые Павел здесь озвучил, он здесь подчеркнул ту же самую мысль, которую Христос сказал вот в Луки, где мы прочитали. Давайте и дастся вам. И какой мерой вы мерите, такой мерой будет отмерено. И здесь Павел дублирует ту же самую мысль. Он говорит, блажение давать, нежели принимать. Во всех отношениях. Почему блажение давать, нежели принимать? Ведь насколько мы так бываем счастливы, когда нам кто-то дал, кто-то подарил, кто-то нас благословил. И мы такие счастливые, когда мы принимаем. Скорее всего, это один уровень зрелости и откровений, когда ты счастливый, принимая благословение. Но, скорее всего, когда ты чувствуешь себя счастливым, отдавая, это, наверное, уже все-таки какой-то чуть-чуть другой уровень духовной зрелости. Когда ты счастлив от того, что, благословляя кого-то, ты видишь счастливые глаза, ты видишь радость и торжество. Причем, благословляя, ты не сожалеешь вообще ни о чем. Потому что блажение давать, потому что ты становишься перед фактом, что сейчас к тебе должно прийти благословение на новом уровне. Блажение давать, потому что у тебя жизнь полна сюрпризов. Когда ты кому-то что-то отдал, ты сделал заявку на очередное благословение, которое должно прийти в твою жизнь. Мы должны рассматривать свою жертвенность или свою добродетель не просто как вот кражу, или как вот грабеж, или как вот опять им надо жертвовать. Нет, моя жертва, мое милосердие, это не что иное, как заявка на очередной транш, на очередную долю, на очередную какую-то порцию Божьих благословений. Ибо какой мерой меришь? Отдавая, такой мерой тебе будет отмерена следующая часть благословения. во всех отношениях. И давайте откроем сейчас интересное место. Четвертое царство, четвертая глава. Думаю, какой бы иллюстрацию взять, чтобы вот этот принцип, вот этот принцип, он бы приобрел для нас конструктивный и практический смысл. Блажение давать. Почему блажение давать, чем принимать? Ведь так классно принимать. Но, скорее всего, повторяю, это возраст, а пора взрослеть. И вот, почему блажение давать? Может быть, в этой истории, которую мы сейчас прочитаем, вот этот принцип для нас откроется в таком практическом плане. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, раб твой, муж мой умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа, теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. Уважаемые мужчины, когда вы помирать собираетесь, решите все экономические проблемы. Это было бы очень хорошо. А жены, а вы не отпускайте их вечность, пока они не рассчитаются с долгами. Потому что, если вы при жизни эти вопросы не решите, после смерти придется решать по-любому. Мне так нравится, когда я читал про доктора Лестера Самрала, когда он умирал перед смертью, его бухгалтерия была чиста. Там все было не одного долга. Все. Тот, кто пришел на его место, ему не потребовалось никаких усилий, никаких скандалов, никаких судебных разбирательств, все было четко. Вот это настоящее наследие. Ну, а здесь вроде бы он и Бога боялся, но он, скорее всего, чего-то он не знал. И вот он помер, а долги остались. Если бы со смертью умирали долги, какие бы мы счастливые были, а? А здесь со смертью долги живут. Твои долги будут жить дольше, чем ты даже, если ты вовремя с ним не рассчитаешься. Второе. И сказал ей Лисей, ну, что мне сделать тебе? А представь себе, взаимодавец пришел, говорит, нечем рассчитываться. Давай, вон, двое детей, иди сюда. Давай туда. Представляете, детей берут, родных берут, близких берут, а как они будут их использовать, это уже тебя не касается. на них мы будем делать деньги, и эти деньги будут покрывать твои долги. Это жесть, это цинизм, это, не дай Бог. И сказал ей Лисей, что мне сделать тебе? Скажи, что есть у тебя в доме? Все начинается с того, чтобы найти хоть какую-то точку опоры. Что у тебя есть в доме? Лисей, о чем ты спрашиваешь? Когда пришел взаимодавец, и мне этому взаимодавцу нечего дать, ты меня спрашиваешь, что у меня в доме? У Бога своя логика. Она сказала, нету рабы твоей ничего в доме. И хорошо, что здесь стоит запятая, а не точка. И у тебя тоже ничего нету, кроме Мазерати, виллы и большой недвижимости в районе Юрмана. Больше ничего нету. Ну, здесь было чуть-чуть по-другому. У рабы твоей нет ничего, кроме сосуда с елеем. Пожалуйста, Игорь, пройди, пожалуйста, и объясни этим людям, что смеяться во время служения, особенно, я слышу это некрасиво. Повлияйте, пожалуйста, на них. Если у них самих совести нет. После первого замечания, что это такое, скажите? И вот, ничего нету, кроме сосуда с елеем. И сказал он, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожних, набери немало, и пойди за предверь за собою и за сыновьями твоими и наливай во все эти сосуды полные отставляй. Смотрите, пришел человек в проблемах и ей блажение принимать, потому что отдавать нечего. И что делает пророк? Пророк говорит, я хочу тебя с благословения низшего уровня, где ты благословен, или как сказать, блажен, принимая, я хочу тебя перетащить или перевести на высший уровень, чтобы ты познала принцип, что блажение давать, нежели принимать. мы все устроены так, что когда проблемы, когда у нас проблемы, мы рассчитываем только на прием. Дайте мне, пожалуйста, внимание, дайте мне тепла, дайте мне слово утешения, и в этом ничего зазорного нет. Но если это превращается в систему нашей жизни, и последних 30, 40, 50 лет мы только живем за счет того, чтобы получать, и мы не перешли на уровень, чтобы давать, вот это все благословение, оно превратится потом в болото. Так вот смотрите сразу, какая, казалось бы, по-человечески, по-человечески это как бы грубовато, по-человечески это как бы неэтично. И так у человека проблема, и ты еще вытягиваешь из него что-то. помните, Илья, пророк, пришел к этой вдове, в Сарепту Сидонскую, она говорит, у меня тоже ничего нету, кроме, и вот это кроме является стартовой площадкой, чтобы получить от Бога вот это благословение, блажение давать. Он говорит, один только сосуд с Илеем. Ну, что это значит? Почему блажение давать? Потому что, когда ты начнешь отдавать, откроется источник твоих благословений, и у тебя начнется поток. Ничего не отдавая, ты никогда не получишь системного восполнения своих недостатков. Отдельные подачки, отдельные благословения, они проблему не решают, ты их съешь завтра, ну, это благословение, и все. А заявки на очередное благословение не было. Надо хоть что-то отдать, чтобы обеспечить себе на завтрашний день стабильное и систематическое восполнение. Блажение давать. Эта женщина в жизни никогда не переживала, в жизни никогда не переживала то, что сейчас рекомендовал ей пророк пойти и она пошла. Смотрите, у тебя один сосуд с Илеем и куча долгов. Какая рекомендация? Рекомендация блажения давать. Если ты будешь давать, ты покроешь все свои долги. Если ты не будешь давать, ты сегодня покушаешь, и как та женщина, которая с Ильей обговорила, ну вот я поем и помрем, съедим опресноки и помрем. Да, 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 да. Если не отдавать, а только принимать, ну это благословение недолгосрочное. И вот представляете себе, сегодня для многих из нас это кажется бесчеловечно, у нас и так ничего нету, запятая, кроме. И вот с этого кроме начинается стартовая площадка вот этого взлета. И вот она взяла, смотрите, и пошла она от него, заперла дверь за собою, и за сыновьями своими они подавали ей, а она наливала. Я подчеркиваю это слово, заперла дверь за собою. Когда ты совершаешь вот это священодействие, не надо делать селфи, не надо выставлять это в сети, об этом не надо говорить всем подряд, делай это перед Господом, делай это перед Господом, и Господь твой видящий тайное, Он воздаст тебе явно. Представьте, как в другом месте мы ничего не имеем, а всех обогащаем. блажение давать из своего ничтожного запаса. Почему? Потому что твои долги будут покрыты. Когда мы говорим о жертве, когда мы говорим про десятины, когда мы говорим про какие-то фонды, по строительству, все, мы часто так вот себя ловим на месте, на мысли вот этого нищенского менталитета, у меня ничего нет, вот когда у меня будет все, тогда я буду жертвовать. У тебя не будет никогда, пока не начнешь жертвовать из твоего вот этого недостатка. Представляете, сосуд с елеем и сыновья пошли, это, как называется, этот сбор стеклотары, или как называется, пункт, пункт приема этих бутылок. Представляете, сыновья пошли, а что? а у нас елей есть, у вас налоговая приезжала, вас чуть не посадили, у нас все есть. Понимаете, это не, это не отчаяние сумасшедшего человека, а это как раз вот, когда ты уже на самой низшей ступени, как трамплин, Господь хочет оттуда тебя поднять, блажение давать. Может быть, стиснув зубы, может быть, да что это получится, но происходит чудо, почему? Блажение давать, потому что ты увидишь чудо, когда ты принимаешь, ты чудо не видишь, но когда ты отдаешь блажение давать, ты увидишь чудо, какое чудо? Ты берешь, выливаешь, только поднимаешься, а он опять полный, чудо, конечно чудо, даже когда у тебя разваленная судьба, когда у тебя проповедуя Евангелие, потому что кто-то другой, он более пустой, чем ты, и когда начинаешь проповедовать, ты чувствуешь, что Бог восполняет, молясь за больного человека, Бог исцеляет тебя, хотите, по секрету скажу, самый лучший способ получить исцеление, это не идти сюда, во время служения очередного зарубежного исцелителя, самый лучший способ получить исцеление, найди больного человека, возлагай на него руки, молись за него, проси Духа Святого, чтобы он исцелился, и когда ты будешь наполнять его, ты вдруг почувствуешь и твои почки здоровы, и твое сердце здоровое, блажение давать, блажение, открывать свой источник, свой сосуд, твое сердце, твое помазание, твой опыт, твои уже наработки жизни, и когда ты отдаешь, когда ты кому-то свидетельствуешь, когда ты за кого-то молишься, пойми, ты покроешь все свои долги, и Бог скажет, что каждый раз, когда ты отдаешь, там ангел говорит, это заявка на очередное благословение, и вызываешь, блажение давать, запишите, это формула, блажение давать, потому что ты увидишь чудо, чудо размножения, вот, выливаешь, опять полный, и опять полный, там уже целая комната, вторая комната, он все выливает, выливает, когда остановилось масло, когда прекратилось чудо, когда закончились пустые сосуды, а вокруг нас столько соседей, вокруг нас столько друзей, а вокруг нас столько сокурсников, братья и сестры, хотите, чтобы масло текло, чтобы помазание текло, чтобы скуки не было, чтобы религиозного вот этого тяжести не было, служи ближнему, наполняй чей-то сосуд, наполняй чье-то сердце, наполняй чью-то жизнь с содержанием Царства Божьего, и ты будешь видеть, что Бог восполняет, восполняет и восполняет, и смотрите дальше, когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд, он сказал ей, нет больше сосудов, и остановилось масло, и вот сейчас можно сделать вывод, что масло не прекращается, пока мы наполняем чью-то жизнь, пока мы служим кому-то, это масло, оно продолжает размножаться, почему блажение давать, потому что ты будешь видеть собственными глазами, в собственных руках Божьи чудеса, как написано свидетельство двоих истины, Матфея 14, чтобы уже слишком ветхий завет не добираться, Матфея 14, 15, 21, ну здесь приблизительно такая же вещь, здесь написано так, когда настал вечер, приступили к нему ученики его, и сказали, место уже пустынное, время позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи, потому что они сами голодные были ученики, но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть, другими словами, блажение давать, и ученики говорят, что мы можем им дать, у нас ничего нету, и они же сказали, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы, другими словами, у нас ничего нету, кроме пяти хлебов и двух рыб, ну а что это для вот этой огромной толпы народа, блажение давать, потому что твои глаза увидят, и размножение или увеличение вот этих ресурсов, масла, блажение давать, потому что ты увидишь размножение хлебов, вот так Бог хочет довести нас до этой линии, когда уже самая критическая линия и блажение давать, я думаю, многие из вас имеют опыт, когда у тебя ничего нету, остатки какие-то, и ты благословлял кого-то, и ты видел, что потом, по прошествии немного времени, какой мерой ты мерил, отдавая, такой же мерой Господь будет мерить, благословляя тебя, мерой утрясенной, мерой переполненной, и так далее, и принесли пять хлебов и две рыбы, и он сказал, принесите их сюда, и велел народу возлечь на траву, и взял пять хлебов, две рыбы, возрел на небо, благословил, и преломил, и дал хлебы ученикам, а ученики народу, вот этот инструктаж, вот этот сосуд с елеем, вот это ничего, кроме, ну, это их пять хлебов, две рыбы, пока они в твоих руках, ты просто их съешь и все, но если ты из своих рук их отдашь в руки Господа, и Господь благословит, вот в этом благословении сокрыт, наверное, вот этот вот секрет твоего безграничного процветания и размножения хлебов, и он отдал им, то есть, ученики отдали ему в руки, он благословил и вернул им, все, что ты даешь Господу, оно вернется к тебе, только в другом состоянии, я уже не буду читать, вы знаете, происходит такая же тема, блажение давать, потому что они видели, они ломают хлеб, отдают, опять полная булка, опять отдают, опять полная булка, и опять пять тысяч, это все они ходили, раздавали, и хлеб не заканчивался, и более того, двенадцать коробов там собрали, блажение давать, хочется, хочется, друзья, под конец этого служения, под конец этого служения, на самом деле, позволить Богу ревизию провести и в нашем духе, и в нашей душе, и в наших кошельках, и в нашей бухгалтерии, блажение давать, иногда, когда кто-то дает, а другой, кто не дает, контролирует, вы помните, та женщина, которая разбила оловостровый сосуд, она отдала, понимая или не понимая, но подсознательно, чувствуя, что это правильный принцип, стояли мужчины, и говорили, зачем эта трата, понимаете, те, кто стоят на уровне благословения принятия, они иногда могут контролировать тех, кто стоит на уровне благословения даяния, если ты стоишь на уровне благословения даяния, пусть никто тебя не контролирует снизу, блажение давать, и этот принцип никто и никогда не отменял, даже Иисус сам стоял, говорит, что вы смущаете женщину, что вы смущаете, блажение давать, эта женщина будет иметь такое благословение, которое вам не снилось, поверьте, Бог будет всегда защищать тех, кто взял на вооружение этот принцип, блажение давать, нежели принимать, почему? Ты думаешь, что ты сеешь, то ты и пожнешь, но не написано, что в кого ты сеешь, от того ты и пожнешь. Есть тонкие вещи. Ой, вы знаете, что меня иногда удивляют бизнесмены? Вот, я в церковь десятины приносил, эта церковь мне не приносила. Горе тебе, если ты в церковь приносишь десятину. Церковь, десятину надо приносить не в церковь, а Богу. Все мои финансовые вопросы, жертвы, даяния, десятины. Я решаю это не с людьми, я решаю это перед Богом. С кем ты договариваешься, от того ты и будешь потом зависеть. И когда я Богу отдаю, Господи, я и в баптистской церкви был, я и в пятидесятнической церкви был, причем там разные были люди. Можно было сказать, да это что такое? решай вопросы с Богом. И Бог будет решать твои финансовые вопросы. Не церковь сказала блажение давать, не церковь придумала десятины, Бог это придумал. Поэтому написано, что что посеет человек, кто и пожнет, но не написано, в кого человек посеет, а то бы я Богу отдаю, и от Бога я ожидаю воздаяния. А сам Бог клянется и говорит, принесите в мой дом десятины и приношения, и хотя бы в этом испытайте пастора Алексея. Амин. Нет. Меня не надо испытывать. И хотя бы в этом, Господь говорит, испытайте меня. И дальше он говорит, пастор Алексей никогда бы окон небесных не открыл, он свои никогда не... Здесь вот эти окна никак не откроешь. И еще какие-то небесные. Говорит, Бог говорит, если ты мне принесешь, я открою окна небесные. Я всех этих вот пожирающих, я им запрещу, кому-нибудь кто-нибудь их пожрет, пожирающих. И они не будут тебе приносить вреда. Господи, спасибо тебе, что ты нам этот принцип открываешь еще глубже. Если мы взрослеем, давайте возьмем вот этот реванш от уровня благословения принятия, перейдем на уровень блажения давать. Вчера блажение было принимать, а сегодня мы становимся старше, говорит, блажение давать. Ибо какой мерой меришь, такой мерой будет отмерено. И представьте, эти все парни, которые ломали хлеб и раздавали, они по 12, там 12 коробов собрали, ничего не посеяв, отдав. причем за счет народа, еще 5 хлебов, это же не они, и то получили благословение на основании послушания блажения давать. Давайте сейчас возьмем свою жертву. Пусть Бог в конце этого служения почтит всех тех, кто благословляет. Мы сегодня пережили Божье посещение. Знаете, Бог наведет порядок в церкви и абсолютно убежден. Библия говорит, лопата его в руке, и он очистит все, уберет все, что ему не нравится. Потому что есть времена, есть сроки, когда есть время, всему свое время. Время принимать и время отдавать. Давайте сейчас поднимем свою жертву. Если кто, в воскресенье десятину не принес, или в прошлый раз, возьмите все перед Богом. Делайте все перед Богом. Делайте все перед Богом. И от Бога будет награда. Кто перед кем ходит, кто на кого пытается произвести впечатление, тот от того и получит благословение. Ходишь перед людьми, ну, от людей будет благословение. Если ты ходишь перед Богом, Бог воздаятель. Возьми, пожалуйста, свою жертву сейчас. Подними ее перед Господом и скажи вместе со мной. Скажи, Отец, благодарю тебя за то, что ты мой Бог. Благодарю тебя за то, что ты Бог воздаятель. Ты справедливый судья. Я благодарю тебя за этот вечер. Вечер глубокой ревизии. Когда ты проверял мое сердце. когда ты проверял мое мышление и наводил порядок в храме моего тела. Я благодарю тебя за то, что ты не оставил меня никогда и до сего места провел меня. Я прошу тебя, помоги мне перейти от уровня, когда блажение принимать, я перейду на уровень блажения отдавать. Дай мне видеть, Господь, в действии твои законы. Дай мне видеть в действии твои принципы. И пусть имя твое прославится. И пусть имя твое возвеличится. И я прошу тебя во имя Иисуса Христа. Прими, Господь, в этот вечер мои дары, мои приношения и мою десятину. И пусть это приношение будет заявкой на очередные благословения, которые придут в ближайшее время. Я верю, что небо будет открыто. Я верю, что пожирающие уйдут. Я верю, что ты в тысячу крат благословишь мою работу, мое служение и мою жизнь во имя Иисуса Христа. Амин. Пожалуйста, пустите ведра. Блажение давать. Всю Библию можно рассматривать через призму этих принципов. Вы помните, Давид, Давид, как пустой сосуд, голодный был, в оппозиции был, царь. И он пришел к Навалу. А у него все было. Стрижка овец была. Не отвращайтесь от просящих. С одной стороны, Господь хочет, чтобы эта инициатива принадлежала имеющему. А с другой стороны, даже когда просят, представьте, пустой сосуд, он сам пришел к Навалу и говорит, слушай, ну, у тебя так много всего, ну, поделись, пожалуйста. И Навал, а кто такой Давид? Он жил по принципу, Навал жил по принципу блажения принимать и ничего не отдавать. И он сказал, кто такой Давид, чтобы я его, а что, накормить, что ли, тяжело было? Боже, ты мой. Какая была бы эта великая жертва с его стороны? И вы знаете, чем это все закончилось? Сам Бог вступился. И через 10 дней этот несчастный человек пережил инфаркт, у него что-то там случилось, и он помер. Никогда не проходи мимо. Заполни, наполняй сосуды тем, что есть блажение давать. Потому что в другом месте там, когда Давид был тоже в бегах, и в той же ситуации там был другой человек, Верзелий, который его кормил, поил, и там такое место интересное есть, что Давид говорит Верзелию этому человеку, так же, как ты довольствовал меня в Маханаиме, я буду довольствовать тебя в Иерусалиме. Вот какой мерой меряешь, такой мерой будет отмерено. Блажение давать. Потому что, что сеем, то и пожинаем. Бедный навал, какое вот имя таков и он. Пусть наши имена будут связаны не со скупостью, пусть наши имена будут связаны с щедростью, с милосердием и благословением. Потому что, наш Бог такой, Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой. Потом всякий раз, когда ты отдаешь, ты отождествляешь себя с Богом. Потому что Бог так возлюбил этот мир, что отдал сына своего единародного. Давайте помолимся. Аллилуйя. Клами хармасучи, ломар табоси, турья махал. Аллилуйя. Слава и гостят. Тебе патеистос пар шо вакару. Патеистос пар таву варди. Патеистос пар таву гару, который ты пилдии мусу. Патеистос, кунгс, улдз тебе джеиз Кристос варда. Пейнем, как ты шо патеистос даван, шо упури, ко мес несам тава вайга прекша, ар патеистос тавс. Патеистос, кунгс, ka тав угунс нāк пар šī altāri джеиз Кристос вардā. Un, ты пауем visу, кунгс, kas ir мусу rokās. Патеистос, ka ты вайро to. Патеистос, кунгс, ka ты отбилд katру ваидзи, пет селиз pilнās godības un багатības Kristу у джеизу. Un, ka tavā tautā nav neviena, kam kā trūkt un ko ваидзētu. Ту еси мусу пауави, мусу патвēрмс у мусу типрак линц. Мес пауави мес тебе у милам тебе. Слава тебе у гоц. Джейс Кристос вардā. Амен. Аллилуйя. Спасиб, пастер. За сегодняшний вечер. Ми праснулись. Ми стали шас ливи. И ми перейдем от беруших к теме, которые дают. Правильно? Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова